так всем привет продолжаем тестировать камеру разрешение 1080 ультра 90 кадров телефон g120 f по моему это g1 2016 года вот здесь не показывает экран так здесь amoled матрица то при разбитии экрана тут немного видно что идут какие-то полосы при разбитии экрана он полностью отключается то есть будет показ черным точнее ничего не показывать при tft матрицах если вы разобьете будут какие-то разводы либо пятна ну что-нибудь да будет показывать так здесь amoled здесь будет черный экран вот экрана заказал жду когда придет пока решил разобрать разбирается принципе достаточно легко аккумулятор снимаем крышку заднюю снимаем здесь вот сверху справа есть такая крышечка и отщелкиваем она легко отщелкивается и потом отстегиваем шлейф здесь все осталось нам здесь просто нагреть экран с этой стороны сейчас на сепаратор его положу так аккумулятор здесь не вклеенный можно принципе нагреть положено сепаратор и от ковыряем так здесь amoled экран он скорее всего будет трескаться он очень тонкий здесь хорошо прогреется возможно отклеится легко но что-то я в этом сомневаюсь сейчас нагреем и продолжим а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, проверил вроде бы экран, все работает, но нижние клавиши не работают толком. Клавиши назад и свернуть. Немного разобрался. В чем может быть дело. Тут сенсорные кнопки. Тут отдельными платками. Такими интересными металлические прижимы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но так как в оригинале стекло намного тоньше, здесь все нормально происходит. А в китайском стекло толсто идет. И я так понял, что недостаточно. Клавиши назад как-то еще срабатывают через раз. А свернуть вообще не срабатывает. Почитал я. В итоге люди пишут, что можно сюда подложить фольгу. Она вроде как будет служить источником. Как бы проводить через себя напряжение от пальца. Сейчас попробуем фольгу сюда подложим. Проверим эту теорию. Потом все это заклеим. Я думаю, что помажет. Здесь даже следы остаются. В каких местах все это клеилось. Пришлось скотч родной в этих местах оторвать. Потому что отверстия были не совсем под эти штучки. По форме. Здесь я клеем пролил. Уже раз в пять снимал от экрана. Все никак не разберусь с этими кнопками. Скотч скоро перестанет держать. Так ладно. Сейчас фольгу попробуем. Продолжим. Так. Подключил экран. Кнопки стали срабатывать. Но не так конечно как я ожидал. Возможно сейчас получше проклею. Они ближе станут. Будет лучше срабатывать. Ну по крайней мере срабатывать. Ну вот клавиш назад и так в принципе так же нажимался. А вот клавиш свернуть вообще не нажимался. Ну теперь нажимается. Ну тоже не с легким нажатием. Такое чувство, что когда я нажимаю пружине, то она и отпружинивание срабатывает. Очень уверен, что в этом фольга помогла. Потому что я слышу как нажимается эта штучка. К чему можно пробовать фольгу подкладывать. Но так как здесь клей, надо сейчас обратно приклеивать эту штуку. Чтобы был ход. Иначе клей намертво заклеивает и у него нет хода. Ну вроде сворачивает. Всем пока. Итак, все-таки фольга не особо помогла. Также клавиша назад вроде бы нажимается иногда. Когда посильнее нажимаешь, клавиш свернуть так и не срабатывает. Короче, хрень какая-то. Пришлось установить программку Simple Control. Чтобы виртуальные клавиши добавить. Но тут экраны так меньше оригинала. Плюс еще черные полоски вот эти. Еще сверху эти кнопки загромождают. Экраны так мало остается места. Но вроде я сделал размер маленький, чтобы до иконок не доставало. Более-менее теперь вроде не задевает. Так же можно сделать, чтобы она сворачивалась и от движения появлялась. Здесь в настройках. Типа сворачивается через какое-то время. Вот. Потом пальцем проводишь, она появляется. Конечно, не совсем удобно, но хоть что-то. Такие дела. Так что фольга мне не помогла. Типа. 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 Типа.